В Амутинском состоялся крупный региональный турнир по стритболу. Баскетбол 3 на 3 официально вошел в программу Олимпиады, а более демократичного летнего вида придумать сложно. Вот и в районах Тюменской области знают толк в борьбе под одним кольцом. Турнир, который посетила наша съемочная группа, собрал 20 команд. В июльскую субботу погода в Амутинском вспомнила, что такое резко континентальный климат. Ртуть термометров прогрелась аж до 34 градусов, поэтому заезженный эпитет жаркий турнир принял буквальный оборот. Так что стритболистам со всей Тюменской области честь и хвала. Как и организаторам, турнир прошел в третий раз при поддержке молодежной палаты при Амутинской районной думе. Ребята не стали ждать спортивных плюшек сверху, а сами выиграли грант проекта «Моя идея» от мультицентра «Моя территория» на проведение крутого стритбольного события. Потому что мы любим играть, потому что мы хотим двигаться вперед. И когда люди хотят, то и находятся средства. И, собственно, эту площадку, сквер молодежный, мы организовали тоже вместе с палатой, собрались и решили, что молодежи негде собраться, негде выплеснуть свою какую-то энергию, Выигранные почти 90 тысяч рублей пошли на создание отличной атмосферы, питания участников, сувениров, классных наград и фирменных призов. В молодежном сквере Амутинского на классном резиновом покрытии рубили стритбол под качественную музыку из колонок. Здесь, кстати, вскоре может появиться еще и волейбольная, и мини-футбольные коробки. А пока тут царствует стритбол. Ведь местные парни – трехкратные победители губерских игр. У них был классный пример старшего поколения. У нас были ветераны, вот ветераны, у нас хорошая команда. И особенно у нас ветераны, а я еще смотрел тоже, у нас был один игрок, это Масляков Роман, он играл у нас в высшей лиге в Тобол нефтехимик. Вот, его все равнялись, он рост на всего был метр семьдесят пять, а как бы сверху клал легко. В матче за бронзовые медали у девушек склеснулись местный Никс и Каскаринская дружба. У гостей солировала провизор аптеки Оксана Гелязова. Дело президентской важности в их селе про водопровод порсавило не только Каскару, но и любительницу баскетбола. Мне в аптеку не раз звонили с Москвы журналисты, и именно у меня почему-то узнавали информацию, как дела продвигаются. Ну ничего, все хорошо. И губернатор приезжал, и все-все будет в зале. Раздавать интервью Оксана умеет здорово, но еще лучше она раздает на орехи соперницам. Двушки за дуги, единоличные проходы, все при ней. Победила дружба. И мы не про вялую ничью, а про уверенную бронзу. Каскаринских девчат 11-2. Я не могу жить без баскетбола, без спорта. И я даже не постесняюсь этих лет 35. Для меня это яркая вспышка, вот сегодняшнее событие. Потому что я ему надолго запомню. Такая классная погода, классные команды. Амутинка 2,5 часа из Лед Каскары. Это незабываемое еще третье место. Слава богу, не зря приехали. Амутинцы гостеприимны во всем. Настолько, что местная команда «Ювелир» уступила третью ступень пьедестала у мужчин стритболистам из Упорова. А если серьезно, то местные ребята навязали бой и даже сокращали отставание до минимума. Только вот упорные упоровцы свое дело знают в 15-9. Да и вообще к спорту они относятся как к сеансу психотерапии. С элементами нашего ответа Чемберлену. Всеобщей зависимости от гаджетов и соцсетей. Мое мнение, это сейчас пошли все эти гаджеты, телефоны. То есть люди просто сидят там как бы. Раньше, чтобы было пол на себя, выйдем, собираемся, никаких телефонов не было, вышли и на поле давай играть. Или поехали, пошли в зал, тренируемся. Это наше было время. А сейчас они все в соцсетях, они там общаются. А у нас метод общения был при встрече с друг другом. В работе устал, психологически маленечко. Пришел в зал и отдохнул, так сказать, нагрузил себя. Ну и большей части это спорт, это жизнь, так сказать. Он уже въелся в такое, что невозможно без него. Спасаться от жарких солнечных объятий зрители-участники турнира пытались всеми способами. Но все понимали, жаришка еще впереди, потому что надвигался женский финал Галышманова против Боровского. Девушки в желтеньком под цвет погоды оказались выносливее и точнее. Анна Пермякова, Александра Садкова, Анастасия Легарева под предводительством преподавателя баскетбола Алины Саксиной увезли в Галышманово победу 11-3. Эмоции переполняют. Прям мы сегодня приехали, мы до последнего надеялись, что погода как-то маленькая, но жара стояла. Сгорели все. Я прям даже плечи не боюсь касаться, но понравилось. Хороший турнир, много команд. И игроки вообще замечательные. Борьба была, красивая борьба была. Мужской решающий матч был с подоплегой и интригой. Смогут ли непобедимые среди сел и весей габаритные средболисты из Амутинского что-то противопоставить маститому трио «Уралбаскет» из Тюмени? К тому же в составе столичного коллектива приехал Вадим Довгалюк, главный энтузиаст уличного баскетбола в нашем регионе, высоко оценивший турнир в Амутинском. Если бы два года назад мы сюда приехали, уровень бы был ниже. А сейчас приехали и удивились, что уровень команд намного выше, чем раньше был. И ребята серьезно подготовились и провели достаточно хороший турнир. Тритбол, потому что если баскетбол более профессиональный, требует зала, требуется больше народу. В стритбол можно выйти во дворе и побросать мяч самому. То есть тут не нужен никакого оборудования, только мяч и все. Амутинка боролась, сыпляла, ставила блокшоты, бросала, призывала на помощь Багза Барни из космического джема и Майкла Джордана оттуда же. Но городские атлеты сумели ее в финале перебросать. 15-6. Все же опыт Довгалюка, Сергея Козырева и Александра Байдена сумел сломить помощь родных пенатов. Раньше выступали в профессиональных клубах, нам как бы более опытные. Но команда, например, Амутинка, у них тоже ребята такие мощные, поиграли раньше за университеты. То есть хорошая команда. В Тюмени у них есть школа, у нас таковой школы нет. Мы, можно сказать, многие у нас самоучки. Вообще у нас два человека были волейболистами, а не стали только после 18 лет в скидке. Демократичность стритбола довела некогда дворовую добаву до Олимпиады. Шикарная атмосфера, много крутых попаданий и кайфа от прекрасной игры. Вот что нужно летом районам Тюменской области. И говорящая надпись «Счастье есть» в Амутинском точно стоит здесь не просто так. Уличные баскетболисты саграть не дадут. Слева! Супер, это лучшая баскетболиста!